Добрый вечер! Ронетчики больше всех в мире сидят в социальных сетях. Говорится в опубликованном 2 июля исследовании Comscore, охватившем пользователей интернета старше 15 лет. В мае они проводили на сайтах сетей в среднем 6,6 часа и просматривали по 1307 страниц. В среднем в мире пользователи проводят в социальных сетях 3,7 часа в месяц и присматривают при этом 525 страниц. Почувствуйте разницу. Таким образом, Россия превосходит средний мировой показатель в два раза. Крупнейшей социальной сетью России Comscore называют ВКонтакте. Знаменитый Facebook, основанный Марком Цукенбергом, с которого, собственно, и начал совал увлечения соцсетями в мире, по состоянию на конец июня 2009 года имел 200 миллионов зарегистрированных активных участников во всем мире. Отмечу, что запуск сети, сделавшей Марка миллиардером в 23 года, состоялся 8 февраля 2004 года, каких-то 5 с небольшим лет назад. А не шибко-то уж интернетизированной России ВКонтакт насчитывает уже более 37,5 миллионов аккаунтов, при том, что детище Павла Дурова стартовало в октябре 2007. Это не говоря уже о менее популярных, но тоже широко распространенных одноклассниках и сетях попроще, но вроде «В мир и тесен». Дошло до того, что грамотно сделанная сеть предоставляет крепко пойманным в нее рыбкам ни много ни мало, а целый интернет в интернете. Тут вам и мощнейшая медиабиблиотека, и возможность сделать свои сайты, не отходя от кассы, и встречи, и многофункциональные группы по интересам, форумы, чаты. В общем, все то, чем слайд нагрешен большой интернет. Группы по интересам плодятся десятками тысяч. Найти людей или познакомиться с кем-то все легче. Легче же двинуть в массу какую-то интересную идею, или, скажем, музыку. Система приглашений и встреч неплохо отлажена. Причем тот же ВКонтакт, например, одноклассникам, не отпугивает потенциальных пользователей такими нюансами, как введенная ныне плата за регистрацию, более простой контент, менее институтивное управление и прочими мелочами. Правда, по поводу этих наиболее распространенных в нашей стране сетей уходит обросший уже нехилой бородой байка. Будто бы все это не Павел Дуров со товарищей придумали, но то коварный план спецслужб. Ведь регистрируясь и пытаясь сделать себе больше рейтинг, человек пишет о себе весьма много интересных вещей, делая общедоступную подробную анкету. Бери да пользуйся, что называется. Не знаю, как спецслужбы, а вот команда ВКонтакта вопрос с рекламой, благодаря этим расписанным от и до параметрам интересов человека, придумала очень хитрый ход с рекламой. Ведь как дело обстоит во всемирной паутине? Есть сайт с неким рейтингом посещений, есть на нем баннеры, но попадание в целевую аудиторию зачастую невелико, оттуда не очень большое желание с ними связываться рекламодателем. Однако ВКонтакт, пользуясь любезно предоставленной пользователем информации, делает рекламу максимально адресной, отбирая по тегам интересов именно то, что потенциального клиента сможет заинтересовать с наибольшей вероятностью. Видимо, схема неплохо работает, ведь со всеми набором услуг эта сеть не пытается за каждый шаг стрясти лишнюю копеечку и переманивает с пустящих форумов все больше людей. Доходит до того, что бывшие популярные во времена лимитированного по трафику интернета внутренние форумы компаний-провайдеров, не взымающие плату за каждый потраченный килобайт, стали пустеть. И весь этот большой интернет с радостью бежит в этот маленький, со всеми своими достоинствами и недостатками. Ну и, конечно же, забавлявшие своей клинической навязчивостью так называемые сетевые тролли, то есть малосмысленные, но очень навязчивые сетевые персонажи, все оказались там. Тут тролльчатам раздолье, миллионы пользователей, возможность создавать анонимные аккаунты. Правда, в отличие от обычного форума, свою группу или страничку, дурачка или бездарного хама, защитить легко всего пара нажатых кнопок. И он навеки вечный в вашем черном списке. Это, кстати, еще один плюс системе. Не надо быть администратором форума, чтобы вести общение в комфорте и спокойной обстановке без присутствия случайных, порою докучающих пассажиров. А вот из больших минусов, местами вызываемая интернетом безграмотность, экзальтированность. Кто-то с головой уходит в виртуальный мир, где он, благодаря аккаунту, может стать кем угодно. Ведь зачастую и не проверишь. Кто-то, освоив пару интересных функций, остается доволен и этим. Просто лично приходилось столкнуться пару раз с людьми, кто уверенно пользуется социальной сетью, но испытывает элементарные проблемы с отправкой электронной почты. Еще год назад такое представить себе было сложно. Получается, что полезная и в целом обладающая огромной возможностью система остается незадействованной, работая в холостую и передавая гигабайты бессмысленного трепа и спама. От него ВКонтакте порой избавиться сложнее, чем от иного тролля. И ладно, еще приглашение в группу или на встречи. Хочешь, просто их отклоняй и заблокируй такую возможность вовсе. А на вот пренебрежение антивирусными программами и, как следствие, массовый взлом аккаунтов, редоносные скрипты, приводят к регулярным посланиям по типу «Участвуй в конкурсе, отошли СМС» или «Тут столько всякой халявы, только кликни». Многие поначалу верили, отсылали или кликали. В итоге с мобильного снимались деньги в пользу неизвестного адресата, а по ссылкам вылезали или электронные барахолки, или различные порносайты. Проблема массового спама так и не решена, но хотя бы опыт сына ошибок трудных научил его сразу идентифицировать и кидать корзину. В общем, социальные сети, плотно вошедшие в нашу жизнь, со всеми их достоинствами и недостатками, заняли заместные меры в мироустройстве современного человека, имеющего доступ в интернет, конечно же. С этим проблем в России все меньше. Прогресс не обходит и нас стороной. Не забывайте только одно. Социальная сеть не зря использует в своем названии упоминание популярной рыболовецкой снасти. Так что, пользуясь всеми плюсами прогресса, не попадите в плен к тем минусам, что сделает вас той самой золотой рыбкой, которая сама добровольно начнет выполнять все прихоти сети и рыбака, ей владеющего.